Добрый день, дорогие слушатели курсов юниор, 7 класс география для начинающего олимпиадника. Вашему вниманию предоставляется заключительная видео лекция по теме номер 4 «Современная политическая карта мира. Региональный обзор». Но прежде чем приступить к изучению данной темы, хочу немного резюмировать материал, который был выдан вам в методических рекомендациях. В частности, вы должны были ознакомиться и узнать, что такое территория и границы, какие выделяют основные этапы формирования политической карты мира, узнать об объектах карты мира политической, а также формах правления, формах государственного устройства и ознакомиться с представленной типологией стран мира. Если вы эту информацию усвоили, замечательно, потому что видео лекция — это дополнение к информации, содержащейся в методичке. И в частности, мне хочется более подробно остановиться на таком аспекте, как объекты политической карты мира, современной политической карты мира. О них мы сегодня как раз и поговорим. На современной политической карте мира насчитывают несколько сотен составляющих ее объектов. Все они имеют разный правовой статус, размер, форму, степень активности, участие в международных делах и ряд других характеристик. Сегодня мы поговорим о так называемых традиционных объектах политической карты мира. В частности, речь пойдет об суверенных независимых государствах, о зависимых территориях, о государственных и полугосударственных образованиях с неопределенным статусом, а также о территориях и экваториях, которые управляются согласно международным договорам. В частности, схема объектов политической карты мира представлена вам на слайде. Итак, начнем с первого объекта. Это суверенные государства. И начать надо с того, что определиться, что же такое суверенное государство. Суверенное или независимое государство – это такое государство, которое не подчиняется никакой внешней силе, свободно осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику. В частности, суверенность, независимость государства предполагает полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на всей его территории. В настоящее время на политической карте мира насчитывается 197 независимых государств, в том числе и такие, как Республика Абхазия и Республика Южная Осетия, независимость которых признает Россия, однако большая часть мирового общества не признает суверенитет этих государств. По регионам 197 независимых государств распределяется следующим образом. В Европе сосредоточено 44 государства, в Азии – 50, в Африке – 54, в Америке – 35 и в Австралии и в Океане – 14. Следует сказать, что появление нового суверенного государства – это важное и значимое событие для мировой истории и для географии. Но, однако, такое событие не является редким. Динамика появления суверенного государства сейчас будет вам представлена на слайде. Чуть больше, чем за десятилетие XXI века на политической карте мира появилось целых пять новых суверенных государств. В частности, речь идет об Восточном Тиморе, чья независимость была признана в 2002 году, Черногория в 2006 году, Южная Осетия и Абхазия в 2008 году и последним был Южный Судан – это события 2011 года. Безусловно, количество независимых и суверенных стран будет увеличиваться и в дальнейшем. Этому будут способствовать следующие причины. В частности, деколонизация, предоставление все большего объема автономных прав отдельным частям суверенных государств и преобразование государств с неопределенным статусом в признанные международным сообществом страны. Ну и об каждой из причин чуть-чуть подробнее. Что подразумевается под деколонизацией? Это преобразование зависимых территорий в независимые в результате специальной политики, поддерживаемой организацией объединенных наций и демократизации местных институтов. Хочется привести один из наиболее актуальных примеров. Пример Новой Каледонии, которая в конце 2020 года проводила референдум об независимости. Однако большая часть жителей местных высказалась против суверенитета и поэтому референдум было принято перенести на чуть позже. Что касается второй причины предоставления все большего объема автономных прав отдельным частям суверенных государств, то здесь таким интересным примером является Гренландия, которая в настоящее время является автономной частью Дании, но в ближайшие десятилетия может получить статус суверенной страны. И на третий блок причин преобразования государств неопределенным статусом также хочется привести пример таких государств, как Западно-Сахарская республика и государства Палестина, которые были достаточно близки к признанию независимости. Однако событие 2014 года немного отсрочило признание этих государств. Многие политологи предполагают, что на достаточно длительный срок. И хочется также поговорить о государственной территории и способах ее изменения. Что такое государственная территория? Это часть поверхности суши, внутренние тетрадиальные воды, простирающиеся над сушами и водами, воздушное пространство с присущими им природными, а также созданными человеческой деятельностью, свойствами и ресурсами, на которые распространяется суверенитет данного государства. Среди основных характеристик государственной территории выделяют величину. В частности, чуть ниже на слайде вы видите таблицу крупнейших независимых государств современной политической карты мира по площади. Ну и немного пробежусь, скажу, что первое место, конечно же, занимает Россия. Здесь указана сноска и примечание, что вместе с Республикой Крым и городом федерального значения Севастополь. Второе место занимает Канада, третье — Китайская Народная Республика, четвертое — Соединенные Штаты Америки, пятое — Бразилия, шестое — Австралийский Союз, седьмое — Индия, восьмое — Аргентина, девятое — Казахстан и десятое — Алжир. Также к основным характеристикам государственной территории относят процент эффективной территории, под которой понимается та часть государственной территории, где наиболее эффективно функционируют основные экономические центры и городские агломерации, проложены основные транспортные магистрали и ведется интенсивное сельское хозяйство. Здесь комфортные природные условия для жизни людей. Это такие, как среднегодовая температура, воздуха выше минус двух градусов по Цельсию, а высота над уровнем моря меньше, чем две тысячи метров. Также к характеристикам относят конфигурацию и форму, которые определяют территориальную организацию общества, направление внутрихозяйственных и внешнеэкономических связей. На данный момент я подробнее и остановлюсь. Итак, пирожник называют следующие типы стран по их форме. Это государства с компактной территорией, которые имеют форму близкую к квадрату или кругу. В частности, это такие, как, например, Франция, Испания, Польша, Венгрия и еще ряд стран. Государства вытянутой формы, такие, как Вьетнам, Италия, Норвегия, Швеция, Финляндия. Государства фрагментированные, то есть состоящие из нескольких частей разделенных территорий других стран или международными водами. К такой категории, в частности, например, относится Турция из-за территории, которая расположена в азиатской части и европейской. Также к данному типу государств можно отнести Соединенные Штаты Америки, которые имеют, например, в составе штат Гавайи, который значительно удален от основной территории. А также к четвертому типу относят страны, имеющие в своем составе эксклавы или анклавы. Напомню, что эксклав – это часть территории суверенного государства, полностью отделенная от него территорией иного независимого государства. Об этом типе чуть-чуть подробнее. Чистыми анклавами в мире являются всего лишь три государства, так как их территории полностью окружены иными суверенными странами. Это такие государства, как Ватикан, Лесота и Сан-Марина. В частности, более подробный список эксклавных, полуэксклавных и анклавных, полуанклавных территорий вы можете увидеть на слайдах. Ну и еще к характеристике относится такой пункт, как положение территории государства по отношению к Мировому океану. Хочется немного сказать о государственной территории, из чего она формируется. Она включает в себя, собственно, территорию, саму сушу, в том числе отстрова, эксклавы, полуэксклавы, некоторые даже зависимые территории, а также флору, фауну, недра и их содержимое, акваторию, в том числе внутренние воды и территориальные, аэроторию или воздушное пространство. Что касается земной поверхности, то входящая в состав государственной территории ограничена линией, вот этой, которая представлена на слайде вертикальной линии, государственный суверенитет распространяется на недры и полезные ископаемые, которые расположены в пределах территории государственной территории. На такое расстояние от поверхности суши, на которое это позволяет сделать имеющуюся сегодня техника и существующей технологии подземной добычи. Если внутренние воды, реки, озера полностью находятся в пределах государственной территории, то территориальными водами называется такая суверенная акватория государства в пределах открытого моря, составляющая полосу в 12 морских миль, отмеренных от побережья по перпендикуляру извиняюсь. Только данное государство может распространять свои права на эту часть мирового океана. Государственная же граница стран проводится в открытых водах именно по крайней линии этой полосы. За территориальными водами находится прилегающая зона, также 12 миль, в пределах которой осуществляется пограничный контроль за соблюдением таможенных и миграционных правил, а следовательно тоже частично попадающая под государственную юрисдикцию. Также в пределы государственной акватории попадают внутренние воды и внутренние заливы, если их ширина не превышает 24 морских миль. Воздушное пространство растирается над государственной территорией, также находится в полном ведомстве данной страны. Распространяется юрисдикция страны до границы атмосферы и космического пространства. За использование воздушного пространства суверенных государств иные государства должны выплачивать определенную денежную сумму. За пределами национальной юрисдикции находится исключительно экономическая зона и зона континентального шельфа. Выделяемые в открытом океане согласно Морской конвенции Организации Объединенных Наций 1982 года. Помимо формирования государств могут происходить некоторые территориальные приобретения или утраты. Они также относятся к количественным изменениям на политической карте мира. Основные способы таких изменений это например военные захваты или аннексия. В настоящее время данные приобретения утраты встречаются достаточно редко. Политическая интеграция или объединение или дезинтеграция разделения государств. Например такие примеры как распад СССР распад Югославии Чехословакии Судана противоположное им объединение Германии и Йемена. Также способами территориальных приобретений или утраты является добровольная инкорпорация или по-русски так сказать вхождение в состав крупной державы. Здесь конечно же ярким примером хочется привести вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2014 году. Еще одним способом является добровольный выход определенных территорий из государства без использования военной силы с обеих сторон. Тоже исторический пример это в 1918 году Великое княжество Финляндия на основе решения Сената вышло из состава России, что было подтверждено позже решением Совета Народных комиссаров РСФСР. Еще один способ имеет название цессия от латинского уступка. Обычно данный способ связан с добровольной передачей всех суверенных прав над определенной территорией одним государством другом по соглашению либо без уплаты контрибуции. Форму цессий также имеет и обмен территориями. Есть как раз пример. В частности в 2003 году Россия и наш южный сосед Казахстан обменялись территориями почти что площадью в 300 гектар. В частности огнеупорный поселок Кустанайской области Казахстана был передан нам России а нашему соседу достались земли в Челябинской области. Еще один способ приобретения территории или утраты носит название аккреция от латинского приращения. Тоже достаточно интересный такой способ представляет собой процесс увеличения государственной территории естественным путем. Например в результате изменения русел приграничных рек, неотектонических поднятий и опусканий на мылу прибрежных островов строительству польдеров физико-географических процессов в дельтах рек, морской образии и ряду еще других процессов естественных. В частности хочу остановиться на одном из моментов это намыв собственной территории. Осуществляют в настоящее время ряд целых стран например Германия Дания Польша Сингапур Япония и как раз хочу привести фото соединяющего звена между Данией и Швецией это остров тоже как раз намывной где находится вот этот мост. Еще один способ приобрести или утратить территорию это например международная аренда под которой следует понимать предоставление на договорной основе одним государством части своей территории или объектов на этой территории в пользование на определенный период. тут в частности тоже мне кажется всем сразу же в голову приходит воспоминание о имеющемся у нас арендованном космодроме Байконур который находится на территории Казахстана и до 2050 года мы этот космодром как раз арендуем также среди путей приобретения или утраты есть адюдикация передача в собственность какой-либо территории одному из суверенных государств по решению международного суда в Гааге или по решению арбитража данная форма достаточно редко встречается из-за проблем которые возникают вследствие недовольства проигравшей стороны последний способ это приобретение ничейной территории сегодня также практически неиспользуемый способ вследствие отсутствия ничейных или нейтральных земель непременными атрибутами современной политической карты мира являются конечно же и территориальные споры и претензии под территориальные претензии понимают притязания высказываемые каким-либо государством или государствами либо на нейтральную территорию либо на спорную либо на часть территории иного суверенного государства целью установления своего суверенитета над ней в частности например территориальные претензии могут быть ментальными то есть существует создание исторической памяти народа но при этом не имеют юридических оснований что такое территориальный спор территориальный спор это международный конфликт между несколькими государствами по поводу владения определенными частями земной поверхности или акватории мирового океана в частности здесь на слайде я представила карта интерактивная есть ссылка можно в свободное время воспользоваться перейти и ознакомиться с ней на интерактивной карте достаточно подробно представлены основные территориальные споры между государствами смотрите красным как раз выделены государства которые имеют какие-то споры притязания к другому государству и только серые цвета означают что у этих государств нет никаких спорных территорий ну и в частности один из таких примеров достаточно известный про притязания между Японией и Россией по поводу Курильских островов ну и также Гибралтар между Испанией и Великобританией Перейду к следующему моменту а да вот еще более подробно представлены основные территориальные споры в мире в начале 21 века можно подробно тоже изучить в свободное время Почти у всех современных государств есть два названия это я уже перехожу к следующему моменту да то есть это были до этого характеристики территории теперь поговорим об названии государств и в частности о их возможных переименованиях и проблем связанных с этим в частности как я сказала что у государств есть несколько названий да как минимум два это официально которая используется в дипломатической переписке и сокращенная но также официальная имеющая юридическую силу ну на слайде представлены такие примеры как вот например официальная российская федерация сокращенная имеющая такую же силу это Россия федеративная республика Германии и просто Германия Боливарианская республика Венесуэла и просто Венесуэла ту же силу и имеет само название страны в частности Германия по-немецки да Deutschland это такое же название Финляндия по-фински Суоми марокканцы свою страну называют Маракеш по названию ее бывшей столицы Бутанцы Друкьюл в переводе земля громового дракона Сакартвело это Грузия да происходит от самоназвания грузин Картвело Индию называют по имени реки Инд само название страны Бхарат восходит к эпосу Махабхарата русская Китай происходит от названия племени Киданей а китайская Чунгу значит срединное государство и так далее можно бесконечно говорить о названии однако название государства как и любого любой другой его атрибут может подвергаться изменениям связанным со сменой его политического устройства формы правления политико-административного деления положения конституции страны желанием самого народа или например желанием отречься от своего недавнего прошлого и сейчас я вам приведу примеры подобных преобразований в частности в конце 2007 года после отречения короля Непал получил официальное название Федеративно-демократическая республика Непал в октябре 2010 года после одобрения населением новой конституции Мьянма стала официально именоваться Республика Союз Мьянма в августе 2012 года после принятия новой временной конституции Сомали получила название Федеративная Республика Сомали с 1 января 2012 года Венгерская Республика именуется просто Венгрия в частности это связано с торжеством исторической справедливости так как республика это только указание на форму правления а страна должна правильно называться Венгрия 9 января 2013 года парламент Ливии одобрил переименование страны с великой Джамахири название которое было у страны в годы нахождения у власти Муаммар Каддафи на временное до принятия новой конституции государства Ливия переименование государства в отличие от изменений небольших в названии вот как в частности было представлено встречается достаточно реже так как все-таки имя страны его название имеет некий смысл то есть такой решительный шаг должен быть вызван серьезными изменениями как во внешней так и во внутренней политике государства последнее переименование которое было это 1997 год когда республика Заир после гражданских протестов и мятежа вызвавших бегство диктатора Мабуту Сисисека сменила свое название на исторически более привычное демократическое республика Конго Также из последних новостей это результаты события 2019 года Свазилент также был переименован в государство Исватине это было связано тоже с восстановлением исторической справедливости государства в 2019 году также произошло еще одно изменение в наименовании в частности Македония стала официально именоваться как Республика Северная Македония это об названиях стран теперь хочется поговорить о столицах поскольку столица это конечно же официально главный город страны в котором расположены основные государственные органы власти и иные структуры которые имеют общенациональное значение такого как например резиденция главы государства и правителя национальные министерства и ведомства высшие судебные органы законодательный орган и отдельные его палаты в частности хочется сказать об чтобы избежать жизненного сосредоточения различных государственных и иных функций в столице это можно добиться если например столичные функции распределить между рядом городов страны в частности примеры стран с разделением столичных функций вы видите на слайде например хочется выделить Германию где официальная столица расположена в Берлине в частности Берлин наделен такими функциями как там находится резиденция канцлера правительства и парламента однако есть еще два города это Бонн где располагается резиденция ряда федеральных органов и Карслер в Верховный суд и Генеральная прокуратура базируются именно там еще один из примеров это ЮАР с официальной столицей притория где располагаются правительство президент парламент и Верховный суд располагаются в других городах страны также можно избежать чрезмерного сосредоточения различных государственных и иных функций в столице если например главным городом страны будет город меньший по числу жителей чем если столица да будет меньше по численности нежели один из крупнейших городов так например Вашингтон был выбран столицей США чтобы избежать конкуренции между Филадельфией и Нью-Йорком в то же время в таких странах крупнейших город продолжает играть роль ведущего экономического финансово научного центра например Карача в Пакистане Сан-Паулу в Бразилии Алматы в Казахстане в Казахстане или частично сохранять столичные функции например Абиджан в Поддивуаре Дар-Эс-Салам в Танзании и Подгорица в Черногории места размещения от правительства соответствующих стран важные последствия имеет и перенос столицы во второй половине 20-го начала 21-го века свой главный центр меняли 16 государств мира по разным причинам первая одна из основных причин это ликвидация асимметричности в развитии деконцентрации экономических функций в пределах государств импульс развития необжитых или слаборазвитых территорий такими примерами являются такие страны как Бразилия Казахстан Кот-Дивуар Пакистан Танзания еще одной из причин переноса является восстановление исторической справедливости возвращение столичных функций старым городам или центрам расположенным в исторических ядрах государств такими примерами являются государства Гнебесау Германия Лемен Малави и Черногория военно-политические причины также имеют место быть поскольку необходимость прекращения внутренних конфликтов имеется усиление национальной безопасности здесь хочется сказать об Нигерии и Мьянме причины связаны с управленческими территориально-административными решениями это Филиппины Шри-Ланка защита столицы от неблагоприятных природных процессов и явлений это Белиз и Палау в настоящее время продолжаются процессы передачи столичных функций в ряде стран есть обсуждение о переносе столицы Индонессии из Джакарты на другой остров о названии города по последним данным еще не известно что это будет за город но тем не менее обсуждение такое есть что касается также переименования столиц и их перенос то в частности про переименование это пример Нур-Султана это пример 2018 года когда Астана была переименована в Нур-Султан и еще один пример тоже того же 2019 года это уже перенос столицы из Бужумбура в Гитегу это Бурунди государство африканское теперь хочется поговорить о зависимых странах и территориях на современной политической карте мира кроме суверенных государств представлены многочисленные зависимые территории под которыми поднимаются страны и территории находящиеся в режиме той или иной формы опеки со стороны суверенного государства и не обладающие полной политической самостоятельностью эта опека также различается по формам которые представлены на слайде в виде схемы точное количество зависимых территорий на политической карте мира в настоящее время достаточно сложно посчитать в частности ряд исследователей говорит о 30 о более чем 30 подобных странах в колониальный список ООН попало всего лишь 16 государств в электронной энциклопедии Википедии обозначено 58 зависимых территорий в целом явно необходимо говорить о примерно 50 десятках зависимых государств также представлены на слайде среди них традиционным видом являются различные колониальные владения то есть страны которые лишены своей государственности экономической самостоятельности и управляемые на основе специального режима в частности середина конец 20 века характеризовались высокой степенью интенсивности процесса деколонизации сейчас вы видите список стран которые ранее имели колониальный статус в настоящее время являются суверенными процесс деколонизации проходил под покровительством организации объединенных наций которая еще в 1960 году приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным народам и странам для контроля за ее реализацией был создан специальный комитет а также обозначен список стран которым должно было быть предоставлено право на самоопределение в 2007 году колониальный список он выглядел вот таким образом в частности там находилось всего лишь 16 территорий в настоящее время процесс деколонизации продолжается и возможно в скором времени их станет еще меньше что касается территории акватории которые управляются согласно международным договором так вот значительную часть суши планеты и пространства мирового океана занимают различные территории акватории которые управляются согласно заключенным международным сообществом договором и находятся вне пределах суверенных государств или зависимых территорий право использования их потенциала принадлежит всему человечеству это означает что ни одно государство не может претендовать на то чтобы безраздельно владеть этими территориями чаще всего такие объекты на политической карте мира используют для какой-либо экономической деятельности или являются полигоном международных научных исследований в связи с этим договоры международного сотрудничества являются продуктом деятельности планетарных организаций ну таким примером является конечно же организация объединенных наций или региональных группировок а иногда и даже отдельной группы стран ну и в частности что же это за территории да такие на слайде мы сейчас видим к международным территориям о которых относятся Антарктика Каспийское море Шпицберген исключительные экономические зоны и зоны континентального шельфа включая Арктику международные реки и каналы и проливы воздушное пространство над открытым морем открытое море собственно и международные районы морского дна я из всех этих территорий остановлюсь всего на двух наиболее значимых на мой взгляд подробнее вы можете почитать в литературе которая вам указана в списке литературы в методичке итак первое о чем хочется сказать это об Антарктике Антарктика это географическая область мы все знаем около южного полярного круга включающая Антарктиду и прилегающие к ней участки Атлантического Индийского и Тихого океана с такими морями как Уэд Долороса Амунсена и Белинсгаузена к югу от 60-й параллели южной широты в этот регион также включают южные Аркнийские и южные Шотландские острова на которые претендует Великобритания договор об Антарктиде был подписан 1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 государствами которые осуществляют свою деятельность на материке в течение международного геофизического года это был 57-58 год 20-го столетия на 1 января 2013 года число стран-участников договора об Антарктиде достигло 50 несмотря на существование этого договора некоторые страны однако сохраняют территориальные претензии на часть Антарктиды в частности Франция претендует на землю Адели Великобритания на Южные Шотландские Южно-Арктидские острова а также на Антарктический полуостров побережье моря Уидела Австралия на ту часть материка и его континентальный шельф который ближе всего к ней самой дальше всего в этом отношении продвинулись власти Аргентины и Чили претендующие на владение Антарктическим полуостровом эти страны уже сейчас имеют на самом Южном материке постоянные поселки военные базы и аэропорты осуществляют в отношении Антарктического полуострова туристические программы занимаются рыболовецкой деятельностью Арктика же это напротив географическая область земли за северным полярным кругом в отличие от Антарктики не обладает международным правовым статусом суши этой части планеты закреплена за суверенными государствами такими как Исландия Канада Норвегия Россия США Финляндия Швеция или их частями Гренландии как автономной частью Дании акватория Северно-Ледовитого океана за пределами территориальных вод государств может быть потеряна только на основе положения конвенции ООН 1982 года Россия ратифицировав данный документ потеряла обширный участок Арктики почти что 2 миллиона квадратных километров потенциально богатый углеводородным сырьем так как получила суверенные права на разработку природных богатств Северно-Ледовитого океана только в пределах 200-мильной экономической зоны и зоны континентального шельфа в настоящее время Россия чтобы увеличить зону своего континентального шельфа пытается доказать что геологические структуры такие как хребет Ломоносова Менделеева являются продолжением структур сибирской платформы но получить доказательства конечно что достаточно сложно так как никто никогда еще не бурил скважины в этой части гидросферы у нашей страны пока имеются только данные сейсморазвод разведки и пробы грунта взятые в том числе и в районе Северного полюса в августе 2007 года но они не являются прямыми доказательствами а поэтому две попытки узаконить свои требования на комиссии ООН по морскому праву в 2001 и 2008 году не уменьшались успехом для нашего государства следующий пункт объект нашей карты политической это государство и полугосударственное образование с неопределенным статусом самые динамичные объекты на политической карте мира они имеют в основе своего функционала конфликтную ситуацию как правило связанную с желанием местного населения или одной из его групп самоопределиться или получить частичную или полную политическую экономическую самостоятельность в силу ряда причин такие образования в частности представлены на карте есть сборная таблица с важнейшими характеристиками этих государств тоже можно ознакомиться более подробно самостоятельно и проанализировать на этом объектах современной политической карты мира у меня все благодарю за внимание если будут вопросы всегда рада буду на них ответить спасибо за внимание всего доброго до свидания